Привет-привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сейчас я нахожусь рядом с пляжем White Gold. Вернее, я только что вышла с него. Сегодня я здесь отдыхала, загорала, догоняла, в общем, загар. То, что я опоздала. Но сегодня не будет речь об этом пляже. Но хотя хочется немножко на нем остановиться, немножко о нем рассказать. Но если кому совсем интересно, так уже подробнее, сейчас добавлю сверху подсказочку. Можете посмотреть мое предыдущее видео, там более подробно об этом пляже. Но если так конкретнее, сейчас вот именно назову его предпочтение. Вот смотрите, впереди гора, там крепость Алании. И вот с той точки примерно до этого пляжа где-то около 4 километров. Да, это не маленькое расстояние, но это того стоит пройти. Лично для меня вот этот пляж White Gold именно самый лучший в Алании. Лучше всех пляжей Клеопатра. Это на самом деле. Ну, если совсем коротко, чем же он лучше, чем остальные вот именно пляжи? Так это так. У него очень отличный вход. На самом деле нету каких-то подъемов, нету каких-то спусков. Твердое дно, мелкий песочек. У него есть свой пирс. Почти что редко когда... Вернее, я никогда не попадалась на волны. Теплая вода, чистая вода. Ну и, конечно, вот эти зонтики. Отличнейшие зонтики. Ну, если, скажу так, на других пляжах, даже на той же Клеопатре, там такие хрипленькие зонтики, чуть-чуть ветер, и они полетели. То это отличнейшие. Они стабильные и не боятся никакого ветра. Вот это очень мне нравится. Не надо там его ловить, если вдруг что-то полетело. Ну и, конечно, цена. Ну, нет, конечно, если вы вот именно гость вот этого отеля White Gold, ну, это вам, конечно, бесплатно, но я как не гость, то стоимость вот шезлонга вместе с зонтиком 25 лир. А это так примерно евро 40, ну, по нынешнему курсу. Так что преимуществ у него много. Ну и, конечно, полная вся инфраструктура на нем есть. Это само собой. И это пляж отеля, как я уже говорила, White Gold, это пятизвездочный отель. А если вы захотите более подробно узнать все об этом пляже, посмотрите на моем канале. Есть видео о нем, более подробное, с полной информацией. А сегодня мы отправимся в порт. Туда, где вот эта гора, где крепость Алания. И посмотрим, что сегодня происходит в порту. Снова иду мимо этого фонтана. Ну, как могу я его не снять? Этот апельсинчик. Он такой веселый. Такой вообще, ну, прелесть просто. Умничка, смотрите, какой красавчик он, да? Любуюсь я им, любуюсь, каждый раз. Ну, а мы отправляемся вперед. Остановилась чуть-чуть на нем. Ну, как такую красоту не показать? Ну, а набережная совсем-совсем пустая. Так, я решила остановиться, взять сок. Мне тут его понажимали. Стоимость 40 лир. Это примерно так, евро 50. Разные соки можете сделать гранатовый, яблочный, грейпфрукт, апельсин. О, разнобилие какое большое. Морковный тоже есть. Ну, вот, эти пиратские корабли, видимо, вышли на прогулку или скорее возвращаются. Не знаю, что там в порту осталось, но очень надеюсь, пока я дойду, они уже вернутся. Итак, наконец-то я добралась до порта. Эти кораблики, смотрю, действительно заходят в порт, в причалу. Насте есть остальные уже там. И вот, смотрите, прямо рядом с портом, где ходят эти корабли, пляж. Это городской пляж. Ну, от наших апартаментов это прям пяти минут ходьбы. Могла бы сюда ходить, да? Нет, но я лучше пройду 4 километра, но сюда не-не. Хотя и вход здесь тоже без камней, без булыжников и этих плит. Он неплохой, хороший, говорят. Но он грязный. Все-таки эти корабли рядом гадят. Не-не, сюда я не-не. Действительно, вот как много народа возвращается обратно к автобусам. Экскурсии закончились. Вот и отвозят всех обратно, кого куда. Нас тоже, когда мы ездили в эту экскурсию, брали. Нас тоже брали с апартаментов, забирали и до апартаментов доставили обратно. Ну, это тоже удобно, конечно. И это входит в стоимость самой экскурсии. Я решила начать осмотр именно этого порта, этих красавчиков, кораблей, именно с другой стороны. Так как солнце светит в глаза, поэтому начну с горы. Смотрите, какие красавчики, правда? Ну, некоторые такие грозные. Большой трой. Вот еще какой. Некоторых я не помню, таких не было. Или их, наоборот, разукрасили по-другому. Сделали реставрацию. Но некоторых были такие мрачные, грозные. Не могу найти тот кораблик, на котором мы плыли. Мы плыли на I love you, баба. Баба есть, но I love you нет. Капитан Барбосса тоже помню кораблик. Так что, вроде как, я на них каталась. Уже второй раз вроде как не хочется. Ну, кукуруза, соки. Всякая мелочь тут еще торгуется. Да, грозные пираты. Не шуточные. Ну, вроде, смотрите, не так уж много их было. Вроде все прошли. Нет, еще чуть-чуть есть. Ну, совсем немного, как бы я сказала. Да, как-то поредели ряды. Я как-то снимала еще порт вечером. Но мне оказался такой яркий, красочный, такой нарядный весь. Ну, сейчас так днем идешь, вроде как ничего особенного, да. Но я хотела специально днем пройтись, посмотреть хорошо на них. А вдруг мне какой-то понравится, что-то новенькое, интересное увижу. Ой, какой грозный. Даже замолчала от страха. Катамаран этот был. Это я точно помню. Ну, вот видите. И вот яхта. Последняя мы прошли вроде. А там уже дальше маленькие кораблики. Ну, если в прошлом году... Конечно, в этом году дороже. И в прошлом году стоило 10 евро прокатиться на большой яхте от 10 и было где-то 14. Вот не знаю, почему такая разница. Но лично мы поехали за 10. Два билета, 10 евро. А маленькие вот эти катеры были 5 евро. Эти катеры маленькие едут только вокруг именно крепости, вокруг мыса, горы этой, до Клеопатр и обратно. А вот яхты, которые вот эти пиратские и большие были, эти уже за 10. Ну, там кормят также само, конечно, во время вот именно путешествия. В море заходите тоже подальше. Там уже пенная вечеринка была. И проходите мимо мыса и до Клеопатры, и еще дальше вперед в сторону Алании. Ну, как-то так. И 4 часа длится, да, это уже путешествие такое. Если ни разу, конечно, не катались, не были в Алании, то, конечно, обязательно надо прокатиться. Это на самом деле я была в восторге, когда первый раз я ехала на этом именно катере. Даже на этом маленьком мы ехали первый раз. Мне тоже очень нравилось. Ну, на яхте, конечно, шикарнее уже. Ну, а сейчас, ну, как вспоминаю, кажется, ничего особенного. Итак, мы сегодня прогулялись, и неплохо. Вот, смотрите, еще ковыряюсь с этим соком. Нет, для меня гранатовый сок это очень-очень кислый, очень крепкий. Мне его точно надо водой разбавлять. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все. И до встречи в новом видео. Пока-пока. Руки заняты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok